Глобальную реформу в сфере утилизации бытовых отходов сейчас разрабатывают в Минстрое. Решено установить во дворах достаточное количество контейнеров, а жителям домов, которые согласятся сами сортировать свой мусор, дать скидку на оплату коммунальных услуг. Пока это в перспективе и требует детального просчета, многие тюменцы уже приучили себя к сортировке. Правда, вопрос с утилизацией остается открытым. Анастасия Нахрачева изучала отходное дело. У нас в Тюмени не сдаются никуда, поэтому их желательно вообще в принципе не покупать. Какой вид пластика принимается, а какой нет, на этот вопрос Наталья Лужанская ответит с легкостью. Тюменко четыре года раздельно выбрасывает мусор. Так, например, оказывается, ведерки из-под майонеза, упаковки от макароны, подложка для мяса, негодны для вторичной переработки. Значит, надо сдавать отдельно. Помимо этого, семья Лужанских постоянно сдает макулатуру и батарейки в пункты приема. С того момента, когда я начинала, когда даже организации смеялись над людьми, организации, которые принимают сортированное вторсырье, смеялись над людьми-физиками, которые им приносят сортированный мусор. Говорили, да вот зачем вам это надо, мы вот с организациями работаем, промышленные отходы перерабатываем. Сейчас уже абсолютно другое отношение. И это подтверждает цифры. В городе установлено более 500 контейнеров только для сбора пластика. В некоторых микрорайонах есть еще отдельные для стекла и макулатуры. В среднем один такой бак заполняется за 2-3 дня. Их устанавливают подрядные организации, заключив договор с управляющей компанией. После вторсырье продают предприятиям по переработке отходов. Организации вывозят данные средства, получают за это прибыль. Нам никаких исчислений не происходит. Ничего у нас нет. В мае 2018-го ситуация кардинально изменится. В регионе сейчас активно идет строительство 4-х мусороперерабатывающих заводов. Выбрасывать отходы тюменцы будут по старой схеме, бросая пакет в бак. Уже на заводе его отсортируют и перенаправят на вторичную переработку. Новую жизнь получат пластик, стекло, текстиль, бумага и лампы накаливания. Будут и другие нововведения. Готовится пилотный проект в Тюменской области по установке эко-боксов. Это контейнеры, которые будут устанавливаться на контейнерных площадках наших с вами домов для сбора именно ртуть, содержащих ламп и батареи. Для того, чтобы... Ну, представьте, ртутный градусник разобьется в баке. Ртуть. Все отравлено. А пока все это делают волонтеры. Они как связующее звено между горожанами и предприятиями по переработке. Никакой прибыли от этого не имеют. Добровольческое объединение «Круговорот» подготовило целый справочник. Куда, где и что можно сдать. Акции проводятся раз в месяц. Там принимают макулатуру, целлофановые пакеты, контейнеры и стекло. Что касается жести, акции проводим раз в 3-4 месяца, потому что жесть и другого металла. Их металл копится немножко медленнее. Тоже здесь мы уже собираем металл полностью силами волонтеров и сами отвозим на приемщику, потому что это находится за городом. Более подробную информацию можно найти в социальных сетях, в официальных группах добровольческого движения «Круговорот». Анастасия Нахрачева, Александр Вележанин. Тюменское время.